потому что на нем остались следы от этой пыли но я щуточка из огнеупорного кирпича теперь можно поднимать облицовочный кирпич друзья приветствую вас на своем канале пламя с вами михалыч я печник блогер ведущий канала пламя ребята сейчас я вам двух словах расскажу и покажу как собирают дымосборник и какие моменты сборки важны и покажу как сделать кирпич но срезать фаски простой болгаркой поехали подготавливаем поверхность убираем всю пыль при необходимости смачиваем щетку водой пыль является изолятором смесь замотно не приклеится к пыльной поверхности поэтому пыль надо убрать вот так все поверхность обработана значит здесь вы видите труба от печки под казан вот так вот я переходник один отрезал как осталось трубы так вот я сюда вывел значит сейчас буду закладывать а сверху потом еще базальт положу и облицовкой закроется здесь будет уже сформирован выход от печки под казан но теперь приступаем к раскладке вот я спилил кирпич под таким градусом значит теперь вот так ставлю здесь кирпич и вот так формируется перевязка здесь на эту сторону кирпичик вот так здесь все фаски должны быть срезаны лампочка установлена но я еще не подключил и теперь раскладываем а так кирпичи все проверяем здесь у меня половинка получается все левая и правая стенки опираются на второй зуб передняя стенка опирается на левую и на правую стенку следующий ряд буду устанавливать они сместятся кирпичи суда возможно перевязка здесь продолжится как-то по-другому здесь вы видите можно да вот так вот сделать чтоб здесь перевязка было вот принципе что так что-то немножко есть кирпичной перевязки этого в принципе достаточно замечательно все следующий ряд может здесь половинка выйдет может здесь как-то выйдет половинка можно в принципе вот так сделать а сюда вот так половинку вставить ну тогда здесь это половинка будет гулять я уже вот этот ряд все вот так вот я собираю и дальше ряд за рядом буду поднимать и 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 водичкой смочили вот так вот и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смесь быстрее схватывалась и была немножко покрепче. Вы можете также клетонит использовать или основить, ну или мертель, там любую смесь. Но в дымосборник я всегда добавляю немножко цемента. Это такая маленькая подсказочка. Ну и дальше вот так собираем, продолжаем формировать дымосборник. Главное, чтобы у вас все грани были аэродинамической формы, без ступенек. Продолжаем. Значит, здесь, смотрите, у меня вот так получилось. Такая перевязка будет. И теперь этот кирпич опирается на эту стенку. Раскладываем все на сухую, без раствора. Все кирпичи подвиняем. Просматриваем, чтобы все было перевязкой, чтобы здесь все было хорошо. Друзья, если вы нарезали неровно кирпичей, то это ничего страшного. Главное, вы делайте все с внутренней стороны, чтобы гладко было. Здесь, видите, у меня один кирпич выступил. Вот здесь вот выступил. Но я больше внимания даю внутренней части. У меня здесь все было в одной плоскости. Ну, это потому, что я поторопился нарезать их. Поэтому немножко разные фаски получилось срезать. Так, ну что, здесь у нас половиночка. Вот так. Подставим. Видите, все повторяет второй зуб. Градус. Где у меня еще? Вот этот поставим. Вот так. Так, и что у меня здесь получается? Надо подготовить кирпич. Значит, здесь мы сделаем другую перевязку. Поставим сюда целый кирпич. Вот так. Вот. И его я сейчас размечу. Значит. Вот так. Вот это мой так. Отрежу. Просто вот эту лишнюю отрежу. А на этом кирпиче вот так вот спилю фаску. И подгоню его под этот кирпич. Таким образом, здесь будет перевязочка по-другому идти. Все. То есть, здесь у меня выступ. Там выступ. И сюда потом кирпичик тоже подрежу. Целый. Целый. И половина станет. Вот так. Ну, все. Можно вот эти подгонять. И еще надо будет теперь нарезать с фасками. У меня одни целые остались. Фаски я режу вот так вот. Просто вот 3 сантиметра здесь отмечаю. И нарезаю болгаркой. Друзья, смотрите. Прежде чем резать кирпичи болгаркой, ну, почему болгаркой, да, ну, мало ли, может, у вас нету станка Хельмут или другого, любого станка, но неважно. У большинства из нас станка поначалу нету, поэтому мы все должны пользоваться, уметь пользоваться болгаркой. Смотрите. Чтобы срезать фаски, вы отмечаете здесь 3 сантиметра на торце. Вот. Вот так вот будем фасочку снимать. Теперь вот здесь вам надо прочертить вот так линию. И с этой стороны тоже. Вот так вот вы будете отрезать фаску. Замачиваем ну, минут по 5-10 кирпич, пока он не перестанет шипеть. Чем больше, сильнее вы смочите огнеупорный кирпич, тем легче и проще вам будет его пилить, и тем самым вы сэкономите отрезной диск. Он не будет так быстро стачиваться. А иногда бывают такие огнеупорные кирпичи попадаются, что на сухую просто физически невозможно его распилить. то есть он вот так плавит кирпич, глину шамотную и вылетают искры, а кирпич вообще не режется. Поэтому обязательно замачиваем на 5 минут. Смотрите, у кого какой кирпич, то есть перестал шипеть, значит все, он готов. Вода вот так стоит на нем, значит все, можно идти резать. и пошли, и хватит пошлить. И пойдемте сейчас посмотрим, как я его легко и просто пилю или режу болгаркой. Поехали. Так, значит смотрите друзья, ваша задача поставить вот этой линии вниз. Задаете сразу наклон кирпичу, так, чтобы вот эта линия была четко вертикально. чтобы вы болгарку держали четко вот так диск вниз смотрел, вертикаль была. То есть если вы вот так поставите, то понятно вам надо будет болгарку под такой плоскостью. Поэтому плоскость вы выставляете сразу вертикально. Все. Вот, кирпич на старте. держим вот так ногой эту ногу убираем сюда ставим здесь кирпич для безопасности. Заводим болгарку и погнали. стоп застань вот так у . болгарка режет вот у вас отметка вот эта грань должна оставаться целая вот эта линия задает направление чтоб кирпич поставить вот это у вас грань является как направляющей для болгарки понравилось вот а вы говорите хельмут хельмут теперь что надо помыть этот кирпич потому что на нем остались следы от этой пыли но я щеткой помыли кирпичик готов смотрите как болгарочка каждый кирпичик друзья красота ребята друзья кто не подписался на мой канал обязательно подпишитесь поставьте лайк и нажмите оповещение чтобы увидеть что у михалыча вышел новый видеоролик на его канале я вам желаю успешного труда берегите свои ноги когда работаете болгаркой будьте предельно и внимательны и аккуратны последний кирпич осталось положить вот так вот все подготовлено вот здесь у меня уже 26 на 26 получилось ну и там 26 копейками на 26 все дальше пойдет уже отсюда труба из облицовочного кирпича задвижку поставлю и труба вот так смеська сюда вот так смеська и сюда подожмем 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 но проверили ступенек нету все так и вот так тут даже чуть поменьше получилось но неважно тут главное вот уже кирпич на кирпич так что все дымосборник готов из огнеупорного кирпича теперь можно поднимать облицовочный кирпич но это уже следующая история еще хочу показать вам сколько у меня кирпичей осталось огнеупорных вот смотрите у меня печка под казан мангал с дымосборником помпейская печка в общем количество кирпичей все было посчитано и вот у меня осталось всего пять штук и он половинка еще там где-то общем 6 кирпичей огнеупорных у меня всего осталось вот так вот должны вы просчитывать материалы для барбекю ну я всегда как бы беру немножко с запасом чтоб не бегать по 10 раз туда-сюда или если материалы очень дорогие тот беру наоборот чуть-чуть нет не добирая до основной до основного количества бывает так что допустим округляю в сторону меньшего ну допустим надо 520 облицовочных кирпичей или там 400 ну или 520 огнеупорных кирпичей я беру 500 кирпичей потом если что я на машине быстро проехал купил недостающий материал то есть это тоже вы должны учитывать если написано 10 мешков смеси берите 8 это будет верный вариант то есть не надо брать с большим запасом и и и